всем привет очередное видео у меня на канале и на дегустации такой коньяк который все уже давно заждались это саджашвили пятилетка давайте его сразу нальем и продолжим разговаривать почему долгожданный потому что подписчики часто писали в комментариях и просили продегустировать именно коньяк саджашвили что касается грузинских коньяков я как-то был вообще далек от этого узнал об этом буквально недавно может год назад да у меня даже и в голове как бы не было то что страна производящая хорошее вино может делать неплохой коньяк и как-то вот обходил стороной и поэтому мы сегодня продегустируем именно грузинский до саджашвили давайте немножко слегка коснемся истории возникновения этого завода он основан 1884 году давидом саджашвили в общем известный был человек в грузии да он там и во францию ездил обучался все такое изучил все эти технологии привез в родную страну и начал производить его коммунистическое время завод по моему назывался тбилисский коньячные точно не могу сейчас сказать если хотите почитайте выведу картинку на экран и 1994 году он вернул свое название стал называться саджашвили почему особенно не хочу углубляться в историю да для людей которые покупают коньяк самое главное это вкус аромат и послевкусие поэтому историю можете почитать на самом сайте зайти красивой истории может написать каждый там вплоть до того что там мы изготовляли коньяк еще когда динозавры жили на планете земля и вымерли они от алкоголизма именно спившись нашим коньяком поэтому мы и не будем углубляться во все эти истории да а больше будем уделять внимание вкусу ароматики напитка про технологию немножко изготовления этого коньяка как обычно делается молодое вино перегоняется на аппарате шаранского типа кстати производитель заявил что только у него в грузии есть аппарат шаранского типа интересная история ну дальше когда будем углубляться в историю грузинских коньяков посмотрим что пишут другие производители да может у них тоже единственных в грузии есть этот аппарат но и коли мы уже коснулись о всех этих технологий сразу к сайту до сайт очень приятный на внешность даже есть онлайн магазин но единственная штука я не смог туда зайти ничего не открылось а видимо это только кто живет в грузии могут воспользоваться вот этим вот магазином ну и бог с ним что касаемо бутылки до напитка у меня 250 миллилитров я по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения что это оптимальная бутылка для любителей коньяков если ты один дегустируешь и что можно по ней конкретно сказать простенькая бутылка сама по себе выдавленная есть надпись давид саджишвили да и углубление для этикетки и пробка корковая здесь используется и какая штука в один день я купил и хеннесси и саджишвили пришел домой соответственно обе эти бутылки открыл чтобы посмотреть и пробки прям очень очень похожие были я аж удивился и конечно же сразу google обратился и узнал что оказывается в том же месте где и хеннесси и саджишвили заказывать себе пробочки с натяжкой можно назвать что это говорит об амбициях производителя но будем надеяться что это скажется в лучшую сторону да я не в худшую давайте от воды переходить уже к делу посмотрим на ножки напитка ножки имеются у него симпатичные ножички скажем так и давайте перейдем уже непосредственно к аромату понюхаем как следует нос туда кунем скажу так да я его из нитр наливал есть небольшая спиртуозность у этого коньяка здесь она практически в этом бокале она не чувствуется по поводу аромата у меня сразу долго думал сидел что мне напоминает так вот делал я вино из белого винограда домашняя давно года три назад где-то и осталась одна бутылочка его и по чуть-чуть бывает пробуем очень вкусное получилось и вот она не напомнила аромат этого коньяка это скорее всего говорит о том что действительно продукт натуральный очень приятный отдаленно отдаленно если сказать о вине моем она прям яркого такого аромата а здесь вот прям очень похоже но из белых сортов винограда делается соответственно и должен быть похожий аромат это бочку еле-еле слышно по аромату наверно четверка не удивил сильно думал будет поприятней но это видимо от того что я опять же перед тем как купить почитал отзывы и какая-то уже оценка была до этого сложившиеся до ожидания какие-то но наши ожидания часто не совпадают с действительностью и лучше конечно ничего не читать но хочется покупать конечно продукты хорошие они абы что давайте сделаем первый глоток ну что могу сказать да присутствует спиртуозность есть ожог давайте так сейчас сделаем второй глоток чтоб я лишнего не наговорил и будем потихоньку говорить уже вкусе более подробно но что второй это самый объективный да теперь уже в принципе сформировалась такое отчетливое впечатление совсем неплохо совсем неплохо но наверное не выше четверки по вкусу четверка все таки однозначно стоит своих денег сразу скажу да интересная штука в магните видел этот коньяк 05 за 1000 рублей а в красном и белом он продается 650 рублей очень серьезная разница даже акция магнит вряд ли позволит себе перебить эту цену и 300 рублей стоит вот это вот чекушка я думаю каждый может себе позволить за 300 рублей взять и попробовать этот коньяк давайте третий глоток чтобы что-то как-то у меня в заблуждение вел этот коньяк ну да однозначно убедился твердая четверка кстати во вкусе вино прослеживается в принципе его рекомендую попробуйте я уверен что большинству он понравится большинству не знаю мне почему-то не совсем как-то зашел вот я до этого пробовал тоже как только купил и после вкусе даже приятнее чем вкус четыре с половиной прямо вот винограда аромат винограда не знаю почему но мне как-то вот не смог я поставить выше оценку видимо из-за того что я просто больше ожидал от этого коньяка но в целом он хорош смело можно его рекомендовать попробуйте обязательно уверен уверен как уже и говорил что большинству он понравится достойный достойный продукт от грузинов и мне даже очень интересно попробовать я уже кстати купил коньячок от грузии да еще сейчас пятерочки пойду видел акция дугладзе продается если кто пробовал пишите в комментариях стоит ли его дегустировать но еще что да забыл добавить конечно сказать куда в какой рейтинг я отношу данный напиток да чуть выше оветиса вот здесь вот его место так что вот так вот на этом я думаю можно заканчивать подписывайтесь на мой канал как обычно буду вас спросить и ставьте лайки а может дизлайки если не понравилось подписывайтесь на мой инстаграм чтобы быть в курсе какие предстоят дегустации нажимайте колокольчик да чтоб не пропустить видео и до новых встреч пока